Говорит Москва, столица Союза Советских Социалистических Республик. Никогда в жизни я не думал, что это может случиться со мной. Никогда. Но, видно, не зря сказано, от тюрьмы до отцомы не зарекайся. И вот я не пьяниц, не дебошир. У меня на работе и украсть-то нечего. Я не вор, не убийца, не изменник Родины, но я здесь. Я осужден. Кишки, родимый! Костров, на выход с вещами! Костров, на выход с вещами! Правильно. Забывать об этом нельзя. А вам замечания. Не на прогулке в парке. Идите. Наверх. Ну чего встал? Давай иди. Плохо мне. Понимаете, инфаркт у меня был. Всем плохо. Давай иди вперед. Ну давай. Значит так. Мы вас переводим в 164-ю камеру. Это вам будет полезно и спокойнее. Договорились? Вопросов нет? Я подал касационную жалобу в Верховный суд. Как долго это может быть? Ваша жалоба у них не одна. Дойдет очередь, разберутся. Будет ответ. В 164-ю. О, батю прислали. Антон, батю прислали. Здравствуйте. Салют. А куда тут можно? А вон, вон у окна. Лучшее место для бати приготовили. А я в камере дежурный. Хе-хе-хе. Вот-вот, батя, пожалуйста. Чего надо? Я Журавлев, камера 164. Доставнику постельного белья не дали. Что делать? Меня зовут Сима Журавлев, а меня Антон Войтенко. А вас как? Остров Михаил Николаевич. Что, прям так и звать? А у нас прежний наставник с кликухой был. Наставник, принимай. Ой, спасибо вам большое. Вы знаете, мне бы к врачу. Я передам к вкусному, он вызовет. Вась, давай мы застерим. Не, не, батя, ты чего, так положено. Ну что вы, ну. Косашку пишете? Да нет, это, ну так, дневник вроде. Не положено. Шумон будет, найдут, в карцер загремите. Ну мы не суки, мы не настучим. Мы законы знаем. Спасибо вам, ребят. Я прилягу, вы извините. А так лежать днем тоже не положено. Заругают. Взрослый, а ну поднимись. Я плохо себя чувствую. Ничего не знаю. Разрешат официально, лежи сколько вздумается. Еще раз увижу, в карцер загремишь. Зверюга дежурит. Проси, прокурору. Михаил Николаевич, а у вас куреха есть? А я не курю, ребята. Ну что ж. А вы вообще, кто такой? Теперь вот никто. Ну вот понятно. На вольт кем были? Я режиссером работал. В Тюзе. Я же с такой мордой интеллигентом. О, али. А вы вообще, по какой сайте-то? 173-я. А это что за сайте такая? В сколь дали? Три года. За что? Ура! Какое кино? Ну, у нас раз в неделю кино показывают, и тех, кто не нарушал. А вообще, у нас класс, жить можно. Это вам повезло очень, чтобы к нам попали. Вначале я сказала, что если не нарушим до конца места, то нас на теннис поведут. Вы у нас смотрите это самое. А то на зоне страшно, там бьют, там или парафином, или петухом сделают. Да пошел ты, е-мое. Каким петухом? Ну, машкой. Ну, пидорам, да пошел ты, е-мое. Елки, батя, помираем без курехи, выручай, батя. Батя, стрельню у начальника сигаретку, тебе дадут. И мы тебя будем слушаться. Гражданин начальник, камера 164 в составе трех человек. Явилась на картину. Дежурный по камере Войтенко. Проходите. Закрывай. Так, 164-я пришла. 93-я здесь. 13-й народ. Антон! Вот смотри, подельник мой. Серый. Кого? Серый. Серый. Встать! Смотреть всем вперед. Ко мне сюда, быстро. Ну, как фамилия? Журавлев. Камера 164. Ты зачем сюда пришел? В кино. В кино. А я думал, на свидание с подельником. Нет. Так, корпусной, пока мы тут будем фильм смотреть, Журавлеву хотелось бы подежурить у себя в камере. Навести чистоту и порядок. Так, Журавлев? А? Ну, чего? Не, я кино хочу. Нет, кино у тебя будет в следующий раз. Сергей Леонидович, я больше не буду, простите меня. Я только хотел с ним поздороваться. Увести. Давай, 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 без разговоров. Кажданин воспитатель. В чем дело? Смотреть вперед. Он действительно ничего плохого не сделал. Сесть. Так, сейчас вам покажут картину про молодежь. Про таких же, как вы, только те. Вместо того, чтобы сидеть по изоляторам и зонам, едут служить в морскую пехоту. Фильм называется «Команда 33». Такие картины полезны и нужны. Услышу смешки и разговоры, демонстрацию прекратим. Начинаем. ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Уважаемый Михаил Николаевич, своим талантом, своим спектаклем, своим знанием и пониманием душ юных зрителей вы делаете большое дело. Вы помогаете партии и правительству воспитывать наше замечательное подрастающее поколение. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот и пусть ценит волю. Вот вы его защищаете, а он обвиняется по четырем статьям. Этот ваш симпатичный мальчишка довольно ловко проникал в квартиры и успешно обирал их. Грабил легковые автомобили, занимался еще кое-чем и все с целой группой таких же, как он. Вы полагаете ареста и самого пребывания здесь для него недостаточно? Журавлев находится в тюрьме с декабря. И вы знаете, не чувствует, чтобы его это страшило. Нет, его вполне устраивает такая жизнь. И с этой дорожки ему уже не сойти. Поверьте, я их здесь перевидал. Да жалко, что пацан картинку не посмотрел. Вот вы, люди искусства, слишком много себе воображаете. Сила искусства, сила искусства. А он плевал на вашу силу искусства, на все эти сказки. Нет, он посмотрит, посмеется, а потом пойдет опять грабить и убивать. Да таким кувалдой по голове. Вот это для них сила, вот это они понимают. И чем сильнее долбанешь, тем ощутимее. Вот и все искусство. Мне казалось, поприветствовать знакомого, что в этом плохого? А я кувалдой, а ему больно. Пусть помнит, где находится и за что. Нет, ну это с ним так. А с другими можно и по-другому. Некоторые от нас впервые слышат ласковые слова и заботу. А с ним только так. Пусть шкурой ощутит, что здесь над ним власть. Так ведь власть, ей бы неплохо быть разумной. А простое физическое подавление, что оно может быть? Произвести страх, ненависть взаимную. Вот так мы и воспитываем раба, Анечка. Осужденный Костров. Вы воспитатель человеческих душ. Но и я воспитатель. Но тогда уж вы воспитываете их на свободе так, чтобы они ко мне сюда не попадали. У меня здесь не театр со всякими вашими мизансценами, а следственный изолятор. Понимаете вы? Изолятор. И как вы их там не воспитываете, а мы их как? Не наказываем. Все равно здесь свободных мест нет. Да потому что это эпидемия и детская преступность. Они просто как с ума посходили. Все эти негодяи, все эти подонки. Если мы вовремя не приведем их в порядок, то в ближайшем будущем мне даже страшно предположить, что с нами будет. Со страной что будет? А вы их все за детишек держите. Ведите себя с ними построже. Они вас больше уважать будут. А то они вам такое устроят, что нам придется вмешиваться. Так, шесть. Да, извините, я задерживаю вас. Да ничего, ничего. Приятно было с вами пообщаться. Вы все-таки человек новый и должны знать, как с ними обращаться. Да какое тут обращаться, когда сам в дерьме по уши. Ну-ну-ну, без этих. На вашем месте многие хотели бы быть. Хотите на мое место? Очень, очень люблю шутки. Ну, ладно. Да, извините, вы в городе человек известный, так сказать. Приятно было с вами пообщаться, поговорить. У меня, знаете, жена страшная театралка. Актрисой хотела стать. Вот, берите. Спасибо, Никорин. Да берите, берите для своих подопечных. Просили ведь, уверен. А вам у них авторитет зарабатывать надо. Иначе из хаты могут выломить. Спасибо вам большое. Ну, что, бать, крюхи достал? Бать, достал крюхи-то. Бабы, я люблю вас, будьте бдительны. Слепи к нам, красавчик. Засучили. Он не красавчик. Он нуля зло. Баруся, слушай сюда. Леха Лебова, знай, Ребята, ну что вы эту жеребятину слушаете, а? А что, мы ничего не нарушаем. Грибой, покажи вас, но! Я садись заставляю, вы сюда же. А, вертухаи налетели. Лагеря боюсь. А что бояться? Первый раз побьют при прописке, потерпишь. Сука, не будешь, не убьют. А дальше выбирай, кем будешь. Быком, пацаном или шустрилой. А кем лучше-то? Я бы шустрилой. Ближе к черной масти, легче выжить. Ну что стоите, не в гости же пришли. Проходите. Из привратки, что ли? Сам ты с привратки. Я здесь уже четвертый месяц. С карцера я. Сима. Стас. Очень приятно. Антон. Взросляк наставник? Ага. Здравствуйте. Михаил Николаевич. Антон. Леня. А что руки-то такие? Какие? Побитые. Травай. Травайчик. Спички есть? Есть. По-куре. Ага. Я второй, ты третий. Ты куришь? Нет. Не куришь, заправляешь шконки. Я в катере руль. И Стасову тоже. Внимание. Говорит радиоузел следственного изолятора номер один. Вдыхай в дырку, а то застукают. Сам туда вдыхай. Да. Изолятора вынуждена изменить порядок обмена подстельного белья и помывки в бане. Ребята, не курили бы вы здесь, а? Это почему? Постучите? Да нет, просто мне плохо. Я же после инфаркта только что. А не здоровый, так не гуляли бы в нашем садике. Балдею, крыша поехала, бляха-муха. Ты по какой? По 212-й. А вы? Ну, я по 89-й, часть 1-я, 2-я. Ну, за ларьки. Симки по-разному. Четыре года. Понятно. А наставник у нас кто? А он этот, знаешь, ну этот, ну как его, который в театре, ты поросенка поставил. Ты дебил, он специалист. Чего ты в натуре нас в третьем классе водил? Ты в третьем классе? Даже здорово. Там волк, вот такой клевый был. Дурак, блин. А вообще, батя у нас тихий, книжку пишет. Понятно. Писатель Хемингуй. К обходу телесному, к телесному обходу. А вы-то зачем? Взрослому ведь не надо. Да. Сранец. Хох, мы испортим. Спасибо, Леня. Гражданин начальник. Камера 164 к обходу построена. Дежурная по камере Войтенко. Здравствуйте. 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 Продолжение следует. Жалобы, просьбы. Гражданин воспитатель, к доктору разрешите обратиться? Обращайтесь. Так, я вас слушаю. Лекарства мне нужны. Это цизин и коринфарм. Мне плохо без них. Это тот, который после инфаркта? Да, да. Будете получать по полтаблетки в сутки. И, пожалуйста, метроглицерин, чтобы при мне было. Не положено. Будет плохо, обращайтесь к медработнику. Это ж сердце. Будет плохо, я же могу не дождаться. В камере не положено держать лекарства. Стоять! Тем более колеса, то без таблетки. А то вот эти вот субъекты, их быстро к рукам приберут. Тогда хоть позвольте ложиться, если плохо-то станет. Вызывайте медработника, если будет плохо. Тогда разрешим. Режим есть режим. По степи шагает мощный экскаватор. В нем сидел ламурка... Кока. Следаку ни слова. О, слава перестройке. Берем кооператоров. Боров. Я тебе включил счетчик. От вас. Как ведуха там? Гражданин самый высокий начальник. Получше, чем у вас. Хата 40. Курихи тоже нет. Мужики, шарим по стенам. Может, точенарик где-нибудь занык, ладно? Лень, а ты-то за что попал сюда? Да. Понимаете, мне пострелять очень хотелось. Ну, я стащил пневматику в тире, стрелял, а потом пацанам дал пострелять, они попали в человека. Убили, что ли? Да нет, что вы, просто попали, стали трясти и на меня вышли. Ну, я не вор, я ничего никогда не крал. Мне просто ружье очень хотелось. Ну, вы-то хоть не верите, Михаил Николаевич. А, и уши холодные. Не волнуйся, у нас все в порядке. Угу. Главное, ты видишь. Обязательно. Береги сердце. Конечно. У вас, наверное, душно. Сколько человек вказать? Меня ведь в другую перевели, к подросткам, к маленьким. Костром, предупреждаю. О внутреннем режиме ни слова. Видишь, нельзя. Так, котомку я тебе сшила. Спасибо. И передала, как ты просила. Спасибо. А лекарства у меня опять не взяли. Сказали, здесь все... Есть, есть, есть. О здоровье не волнуйся, все в порядке. Ну-ка, дай-ка Машке. Машка, а ты кто бы тебе чего не говорил, ты не верь. Я ни в чем не виноват, слышишь? Никому не верь. Я знаю. Передай матери. Друзья волнуются, справляются о твоем здоровье. Угу. Ты только выдержи. Обязательно. Да теперь уж недолго осталось. Уже скоро. Старики, как они там? Я, я звонила в Хабаровск. Маме не стали говорить. Я с отцом разговаривала. Он молодцом держится. Я ему все объяснила. Свидание окончено. Спасибо. Умница. Свидание окончено. Все, время ходить. Да, еще. Целую. 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 Аркаши, Аркаши. О, батя, свиданка была? Ну-ну. А вы что это, ребята? Дачку получил. Да, конечно. Готовьте стол. О-о-о-о! Вперед! А у нас пополнение. Вот. 212-я. Тоже мотоциклист. Здравствуйте. Меня Михаил Николаевич. Витька. О-о-о! О-о-о! О, батя! Сдержни. Проглядели, Бабкари. Батя, подари один! Фирменную ручку с Варганью. Носки распустим из Варганю. Красивую. Цветную с надписью, дорогой маме, от непослушного сына. Бери. Спасибо. Батя! А курёхи достал? Батя, ну, ради праздника, чёрт с вами, родите меня! Олег, свой постап! Мы не любим, Батя! Значит так, качать Батю! Тихо, качать! Ура! Тихо! Что за Первомай устроили? Бабгарь вонючий! Батя-краба! Ребят, но это только ради праздника. Больше не праздник! Да ладно, Батя, мы же чики-пуки! Поки-дуки! Джиги-джиги троллевали, а наши в эту дачу... К столу! Господа охламоны! Витек, а ты чего? Не стесняйся! Значит, мужики, чеснок будем экономить только к обеду. Ну, и сейчас по зубочку. Так, сахар тоже будем экономить с кашей. Вкуснотища! Печенье сейчас съедим. Антон, дели! Так, сало сейчас по шматку. Стас, режь давай. Повидло! А я крем могу сделать. А это как? А масло смешиваешь с повидлом и взбиваешь. Объешься, как мороженое получается. Валяй! Молодец, Витек! Счастливый, батя! Свиданка была. Ну, и у вас будет. А у меня не будет. В гробу я видал. А что, у тебя разве нет никого? Да есть мать, сволочь. Ну, что ты, Сима, разве можно мать все-таки? Мать, это святое. Кто? Это она-то святое. Да она, опойка, сволочь, опоек водит. Пятерых после меня на свет родила. Я старший, единственный нормальный. Только у меня в голове все нормально. Остальные дебилы, уроды, подарки родине. Хоть бы эти гадые врачи там все вырезали. Хоть бы она сдохла, сука. Ничего не было. Ну, жизнь, малина. Всегда бы так, а? Ага. По кайфу. Конечно же, хорошо, когда по-человечески-то. Ну, я и говорю, все хорошо, лишь бы СПИДа не было. А знаете, как СПИД расшифровывается? Социальные последствия интернациональной дружбы. Как темно. О, в этом доме. Ворвись в эту нору сырую. Ты, о, время мое. Размечи этот нищий уют. Здесь мужчины дерутся. Здесь женщины тряпки воруют. Сквернословят. Судачат. Юродствуют. Плачут и пьют. Для того ли скажи, Чтобы в ужасе с черствою коркой Ты бежала в чулант под хмельную отцовскую дичь. Надрывался Дзержинский. Выкашливал легкий и горький. 10 жизней людских отработал Владимир Ильич. Такая гляг! Хохма! Кто? Я спрашиваю, кто это сделал? Я. Чего, пожутить уж нельзя? Гад! Гад! Кто гад? Да ты у меня за гаду сейчас ответишь, понял ты? Задавлю, как клопа! Бать, да ты что, Стас же пошутил! Пошутил? Да ну что ты, ну, бать? Иди сюда, я сейчас пошучу над тобой, они посмеются! О, глянь, что он делает! Западло! Западло! Что вы делаете? Западло! Вставше! А что такое-то? Что вы делаете? Да что вы его? Он встал на подло! Оставьте! Поднимелись! Дед, прекрати! Сука! Я встал на подло! Стоять! Стоять! Руки за спину! Прекратите! Встать! Всем встать! Руки за спину! Ну вот. Мертвые с косами и тишина. Чего ж вы режим-то нарушаете? Наставник! Тебя зачем сюда посадили? Чего ж ты их не учишь? Порядок не сохраняешь? Порядок и ужин. Ужин и порядок. Классно, обломали звери. Что ж вы наделали-то, а? Избили товарища. Остались без еды. В тюрьме свои порядки, свои законы. Нельзя быть на толчке, когда на столе шратва. Я же не знал, я забыл. Будешь знать, будешь помнить. Лень, ну это ж в любом доме не делается. Ну не убивать же за это. Закон есть. Убивать? Чей это закон? Уголовников? Вот что, ребята. В нашей камере. Вспоминать о блатных законах не будем. Попробуем жить по законам человеческим. Моп твою я. А может, мы здесь коммунизм еще устроим? А не пошел-ка бы ты, наставник? И не сметь мне говорить ты. Я в отцы вам гожусь. Подумаешь, в отцы. А что это такое? Я вот, например, не знаю. Большое несчастье, Сима. Если бы знал, может, не сидел бы здесь. Ой-ой-ой. А ты, наверное, с папой и с мамой жил. И Капитал Маркса, наверное, читал. И уж точно партийный билет в кармане имел. А вот тоже с нами тут сидишь. Мы хоть за воровство сидим. А ты за взятки. Шкура. Что ж ты у себя там на воле-то не жил по своим человеческим законам? С высоких трибун выступал. Лапшу нам на уши вешал. А сам Брам. Я голосую за Горбачева. Давить таких надо. Всех. Михаил, попей воды. Спасибо, Витя. Программ. Жидкий. От всех болезней и напастей, От лютых зверей и коварных людей. От ногтя! от дурного глаза, от неудач, от непогоды, от скуки и безденежья враги булава главного режиссёра Кострова. Спасибо. Раз принимая сию булаву, торжественно клянусь, драться ею не на живот, а на смерть. За честь нашего театра, за наше дело, за справедливость. Братцы, да с таким оружием. Ну, неужели ж мы убоимся каких-нибудь долбосумов из министерства или из родного нашего управления культурой? Ура! Ура! Зараза! Что, Данила, мастер, не выходит каменный цветок? Не выходит. Ты что, Павла, не русский? Сильнее драйв! Ну, ты ходить-то будешь, нет. А почему у нас Лёня третий день дежурит? Потому что трамвай. Новенькие всегда дежурят. Я уже в той камере был трамваем. Сюда перевели и опять. Ну, вы же видите, какие руки. Ну, и что? И у меня такие были. Говнюком не надо быть. Не могу этот кисляк жрать. Желудок у меня. А ты напильник попроси у корпусного. Зачем? Очко продраешь, может, оно и проскочит. Дурак! Антоша, а-а-а! Ой, мамочка, роди меня обратно. Мамочка, пожалей своего сыночка, поцелуй его в попку. Маменький сыночек в тюрягу попал, а здесь ему петок не дают. Баба! Тряпка! Петун! Машка! Дай раз, а! Ну-ка, Витек, отлей на него, а! Давай, давай, Витек! Ну, что стоишь, отлей! Да я не хочу сейчас. А вон корова, ты воды попей, захочешь. Витек, давай в темпе. А что я-то? Может, я пока того, по трамваю, пока у него руки. Ты что, виляешь? Тебе что, научить, что ли? Сейчас! Да ладно, я сейчас, если вам хочется. Давай, давай, вперед! Ну ты, божья коровка, чего разнюнился-то? Сопли утри. Кончай баланду, сыль! Сейчас. Ну, нечем. На, попей. Не хочу я. Да на, попей, попей. Да не хочу я. Да он же кота за хвост тянет. Вы что, не видите, что ли? Не может, научим. Не хочет, заставим. Стоять. Стоять. Никакого трамвая здесь больше не будет. Я не позволю. Вадь, что ты встал-то? Лежи все, лежи, раз разрешили. Никакого трамвая здесь больше не будет. И своим воровским законам никто никого обучать тоже не будет. Ну, завозникал. Че ты с малолетком-то связываешься, бать? Малолетки, они того оттолкнуть могут. Хотя много ли нас твоим сердцем-то? Раз, и накроешься женским половым органом. Кто дежурный сегодня? А че ты нам сделаешь? Заложишь? Я предупреждаю. Я на все пойду. Но жить мы будем по законам человеческим. А наставников-то ведь тоже учат. Ну-ка, братцы, тольем-ка на него. За понтанем дружненько. Пионер, будь готов. Всегда готов. Откройте! Было не зарешил, сучий потрох! В чем дело? Я требую воспитателя. Так, это у вас санчасть. Пошли. Так, 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 так. Это кто же из вас про трамвай вспомнил? Журавлев, ты сколько месяцев здесь находишься? Восемь. Восемь, самый опытный. Ты когда-нибудь в какой-нибудь камере был трамваем? Ты ведь не одну камеру прошел? Было или нет? Не слышу. Нет. Нет. Значит, вы наслушались всяких глупостей, которые как сплетни ходят по камерам и решили попробовать. Так? А этот ваш трамвай уже лет десять, как не существует. Я им тоже говорил. Я с ними разговариваю. Вот что, Орлы, придется вас расформировать по камерам, да? Там вам верховодить не дадут. Гражданин воспитатель, я вас очень прошу, не расформировывайте камеру. Ну, просто под мою ответственность. Я думаю, что... Думаю, здесь я. Так. Вопросы есть? Сергей Леонидович, не переводите меня. Оставьте в камере с Михаилом Николаевичем. Я вас очень прошу. Хм. Ну, ладно. Ладно. Значит так. Журавлева, 205-ю. 205-ю. Войтенко, 112-я. Катков, 200-я. Этот остается у себя. Наставник, задержитесь, остальных увезти. Пошли. Сука. Катков, ты что-то сказал? Не, ничего. Ничего. Давай, давай, пошли. Ну что, убедились? С этой публикой чуть дошла бинку, и все. Они этим пользуются мгновенно. Гражданин воспитатель. В личных беседах зовите меня, Сергей Леонидович. Да, конечно, простите, но пока не поздно, убедительно прошу вас, не расформировайте камеру. Ведь мы уже как-то узнали друг друга. Ну, пусть я потерял инициативу, авторитет, но ведь, я думаю, мне удастся. У меня какой-то опыт работы с детьми есть. Они вас зарежут. Как? Ложкой. Это у них, как они выражаются, как два пальца в асфальт. Заточат на стену тупой конец, и ночью, когда вы будете спать, тот же Стас Катков. Да, ну что вы. Ну, это ж не закоренелые преступники, это ж все-таки дети. Я понимаю, они простые, но... Они же просто подражают. Я думаю, на них можно еще повлиять. На этих нет. Вы же их заложили. Я их предупредил, что не дам издеваться. Ну, фактически заложили. Такой человек для них не человек. Это Стукач. Извините, сука. И хотим мы этого или нет, но об этом узнает вся тюрьма. А если вас отправят в лагерь, то о вас, как о Стукаче, узнают и там. А это, извините, для вас конец. Так что прислушайтесь к нам, чтобы избежать подобных осложнений. Да, конечно. Стоять! Я стою. Что за черт? Ну, что там случилось? Да что-то на подстанции. Я сейчас. Так вот, вы их заложили, даже не подозревая, на что себя обрекли. Я их честно предупредил, что пойду на все, если не прекратятся издевательства. Да эти люди, у них другие понятия о порядочности и честности. Вот Стас Катков сидит за воровство, а брат его за убийство. Да за такое, что волосы встают дэпом. Они вдвоем с приятелем пришли к третьему. Требуют долг. Десять рублей. У того не оказалось. Завозились. Били так, что убили. А тут бабушка из магазина вернулась. Они и бабушку. Потом трупы расчленили топором, вывезли за город и утопили в озере. И Стас об этом знал. Но не-не, не звука. И знаете, о чем он больше всего жалеет? О том, что брат дурак. Один камень к мешку привязал, а трупы потом всплыли. Вот так-то. Спокойно, сейчас будет свет. Ну что ли, ну? Я один. Испугался, дурача. Ну, теперь мы вдвоем. Чего? А тут темно еще. Ну и что, что темно? Это свет на подстанции вырубили. Хоть отдохнем маленько от лампочек, от этих. Звезды меркнут и гаснут в огне облака. Белый пар по лугам расстилается. В расистой траве по кудрям лазняка от зарялый свет разливается. Ремлет четкой камыши. Матишь безлюбивая. Женщины, матери. Где сегодня дети ваши? Я умоляю. Я заклинаю вас. Отложите ваши дела. Не пойдите к подруге. Оставьте общественную работу. Откажитесь от веселой компании, от сладкого вина. Забудьте любовника. Мужа бросьте, если он зло. Но не бросайте детей ваших. Будьте с ними. Не оставляйте их. Пожертвуйте собой ради них. Они, только они, ваши будущие. И стоит себе лес улыбается. Едет пахарь с сахой. Едет песню поет. По плечу молодцу все тяжелое. Не боли ты, душа. Отдохни от заботы. Здравствуй, солнце. До утра веселое. А вчера в прогулочном дворике на двери я увидел надпись. Костров из 164-й, стукач, сука. Значит, офицер-воспитатель был прав. Передо моя характеристика будет преследовать меня всюду, пока я здесь. Что называется, достукался. Вот пока и все. Ну что, не скучно хоть? Не, не, что вы. У вас все как в жизни. Вот у Достоевского про старое время, а у вас про сейчас. Да у меня про себя, в общем-то. Не, ну очень похоже. Вот если бы наши парни это все прочитали. Михаил Николаевич, вам нельзя попадать в зону. Убьют, что ли? Нельзя. Ну это ж несправедливо, Вик. Ну ты ж сам видел, что никакой сука я не был. И не собирался. Черт, какая-то просто полоса невезения. Там почему-то в преступники попал. А тут вообще в какие-то суки. Ладно, не убьют. Все равно я в справедливость верю. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет, проходите. Меня зовут Витя. Меня Гриша. Это Михаил Николаевич. А ты что не стришь его-то? А я доктора лапшу на уши навешал, что в детстве голова болела, нельзя стричь. Пока разрешил. Ха, ну артист. Значит так, мужики. Порядок у нас такой. Дежурство поочередное. Никаких трамваев, никаких воросских законов. И еще. Мы не курим. У бати сердце, а я бросил. Если кому не подходит, лучше сразу выломать из хаты. Ну даете. Я не курю. А вы не педики? Ты что? Не серьезно, мужики? Да серьезно. Да я же родился с папироской в грызле. Я же только здесь пятый день не курю, потому что нет. Ну и не умер же. Так и бросишь. Все. Ну ешкинг, Леш. Ну ладно, поживем, увидим. И вот еще. Убираться, конечно, буду, но толкан мыть не буду. Это еще почему? Толкан мыть не буду. Значит, валить туда будешь, а мыть за собой нет, да? Толкан я не мою. Хоть убейте. Я и в той камере не мыл. У нас у цыган есть закон. Что, мне трудно, что ли? Но нас это карается. Я за него мыть буду. А то получится новый Карабах. Чего-чего? Сортир за тебя мыть буду. Хары. А если тебя что хочешь? Что у вас русских не положено? Я за вас буду. У нас все положено. Хары. А ты за что сюда? А ни за что. Ни за что сюда не садят. А вот у меня ни за что. Ну вот иду по поселку. Смотрю магнитофон на окне. Такой красивый. Ну я дверь толкнул. Она сама открылась. Я зашел первый раз, так побаловаться, взял. Ну так не знал пошутить. А взял. А не мне 144, тут три года. Это ж вратство. Что ж ты не понимаешь, что ли? Нет. Я же безграмотный. Книжек не считаю. Ты что, из-за парты я никогда не сидел? Нет. Он прямо сюда в первый класс сел. А вы мне почитайте что-нибудь? А сказки есть? А ты, Руслан? Драка. Вломил одному неудачно. Сто шестьдесят четвертая. Готовимся на теннис. Люди идут. А интересно, куда? Наверное, куда хотят. О, Гриша, бать, смотри. Девка идет. Красавица. Да брось, чума, какая красавица. Сам ты чума. Покрасивее наших вертухаек будет. Ешкинка, Леша, хорошо там. Я буду долго гнать велосипед. В густых лесах его остану. Покрасивее свой велосипед. Еще погонят отсюда. А у меня вот скоро день рождения. Дачку получишь? Отметим. Дни восемнадцать ступни. Отлично. Обязательно отметим. Глянь, глянь. Баба на балконе. Белье вешает. Ну, блин, душа слона, как кино. Точно вешает. Хорошо. Сейчас бы на речку, на песок. Воду. А знаешь, я как плаваю? А я тоже хорошо. А спори, меня не обгонишь? Посмотрим. Я затуныряю классно. Я могу от берега и до середины. Ну, сказанул. А я с железнодорожного моста прыгаю. Да, просто не понятно. А что это будет? А что это будет? Лошади, они умеют плавать, но нехорошо, недалеко. Глория по-русски значит слава, это вам запомнится легко. Шел корабль своим названием гордый, океан стараясь превозмочь. В трюме, добрыми мотая мордами, тысяча лошадей топталось день и ночь. Тысяча лошадей, подков четыре тысячи. Счастья все же они не принесли. Мина кораблю пробила днище, далеко-далеко от земли. Люди сели в лодки, в шлюпки влезли. Лошади поплыли просто так. Что же им было делать, беда, если нету мест на лодках и плотах? Плыл по океану рыжий остров. В море синим остров плыл гнидой. Им сперва казалось плавать просто. Океан казался им рекой, но не видно у реки той края. На исходе лошадиных сил вдруг заржали кони. Возражая тем, кто в океане их топил, кони шли на дно и ржали, ржали. Все на дно, покуда не пошли. Вот и все. А все-таки мне жаль их, рыжих, не увидевших земли. Ну как же я попался? Нельзя мне. Пятеро нас. Я старший. Отец умер, мать сидит. А я кормил братанов. Воровал и кормил. Встали. Ирка! Привет, Руслан. Какая Ирка? К стене. Какая Ирка? Ты что, забыл, где находишься? Значит так, месяц без тенниса. Вся камера без тенниса. За тебя, бабник. Ты, сволочь, по тоскому. А ну прекратить. Он же не знал. Гришка. Да знал, знал. Я лучше жрать не буду. 164-я. Рука, тихо там. Я лучше жрать не буду. Только бы на теннис водили. Что хоть за Ирка-то такая? Да, соседка. В девятом классе училась. А сюда за что? Их здесь четверо. Они по школам ходили, по другим. Девчонок после вечеров караулили и шмотки снимали. Одна даже ноги отморозила. Ну да и вот баба, как мы. Как мы. У нее батя директор завода. Дура. Ну ей-то, телке, чего не хватало? Все мы тут по дурочке. Я вот здесь про себя думал. Дурак. Ой, дурак. Дружил с девчонкой, а она с другим встала. Ну я один раз завалил к ней на хату. А они вместе. Ну зло взяло. И попер буром. В башке затмения одни кулаки работают. А он отлетел. Башкой обсервант. И пролом черепа с отрясением. Могли бы условно вкатить. Условно у меня уже было. Сейчас пять лет зону топтать. Главное, ведь обидно. Все понимаю. Иной раз. А как с кем столкнусь и пробуром, а? Да. Уж чего-чего, а дури у нас на Руси хватает. Ты, Руслан, наверное, очень много книжек прочитал. И что? Ты очень умный. Вот ты, наверное, даже думаешь, а я вот нет. У меня одна умная мысль. Как бы не попасться. Сам допер. Нет, матка так наказала. Всегда так учила. Не попадайся, Гриша. Советская милиция очень строгая. От нее только откупиться можно. А я попался. А у меня характер. Мама всегда говорила. Сына моя. Зачем ты весь папку удался? Обувы, как из воска. Лепить чего хочешь? Раньше у меня дружок был. Он меня в дом пионеров водил. В авиамодельный. Потом мы в новом районе квартиру получили. Там другая компания. Другой дружок подвернулся. Он уже в зоне. Три года схлопотал. Ты, говорит, слабак. Я из тебя настоящего парня сделаю. Ну и начали мы. По гаражам. Мотоциклы угоняли. Не, не продавали. Так, накатаемся. И бросаем, где попало. Ночами. На скорости. Здорово. Есть упоение, но в бою и бездны дикой на краю. Михаил Николаевич, а вы в своей книге про это тоже напишете? В какой книге? Батя у нас книгу пишет. Про нас, про тюрьму. Батя, почитай. Про себя. Ну, почитай, Батя. Да ну. Да ладно, Батя. Батя, ну почитай, что ты. Мы здесь книжки разложим, как читаем. Тихо, тихо. Ну как? А Батя свое. Вот так. Здорово. Прикроем. Иначе нельзя. Картин. Никогда в жизни я не думал, что это может случиться со мной. Никогда. Но, видно, не зря сказано, от тюрьмы до отцумы не зарекайся. И вот я не пьяница, не дебошир. Во-во, а не всех так. Ни за что. Вот меня иду, смотрю магнитофон на окне. Да умри ты. Да отвали ты. Батя, давай продолжай. У меня на работе и украсть-то нечего. Я не изменник Родины. Ни государственный преступник. Но я здесь. Я осужден. Шмон. Все шмонать будут, найдут. Телевизор, найдут. Куда? Подожди, дай сюда. В коридор, быстро. Наташа, тебе как там? К стене. Выходите в коридор все. Ну, ты что здесь разделся? Рука, быстро. Живо, живо. Быстро к камеру. Лицом к стене. Руки. Камеру, навести порядок. Торапливайтесь. Поторапливайтесь. Если во время обхода хоть кому-нибудь, хоть какое-нибудь замечание, вы меня поняли. Ненады были вертухаи. Может, начальнички не заметят. Да что, не крепко, как будто 30, что ли? Михайло, давай помогу. Да ничего, спаси, я сам. Да не успеешь. Нормально. Вить, а что ты меня Михайло зовешь, а? Я? Когда? Да который раз. Вот только что. Да? Это привычка. У меня... Так что, 64-я. Стали. Граждане, начальник, камера, 164, к осмотру построено. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, свободные есть. Ну, у них тут порядок. И коечки хорошо застелены. Да, камера хорошая. А где полотенце? Чапойка. Где полотенце? Ну, полотенце найдем. Доложите. Доложим. Ждите. Спасибо. Куда дел полотенце, гаденыш? Здесь, где-то найду. Да мне лично тебя списать, чем полотенце. Ну, ищите все иначе, карцер. А это что? Почему тряпкой валяется? Почему не отжата? Почему не простелена? Прести порядок. Что там? Ой, спасибо. Вот спасибо, ребята. Тихо. Что там? Передайте, 164. Полотенце нашлось. Ладно, не ори. Ай-я-я-я-я-я. Наконячевалы. В нашей камере пополнение, вселили двух новеньких, Пашка. Мать бросила его и уехала куда-то с новым мужчиной. Пашка бродяжничал, ночевал на чердаках, в подвалах, вынужден был воровать. По характеру замкнутый, нервная система явно не в порядке. В спецшколе скрывал себе вены, спасли. На вопрос, зачем он это сделал, ответил, надоело жить. Олег, сын обеспеченных и весьма известных в городе родителей. Начал с токсикомании, потом алкоголь, потом воровство. Его принцип жизни надо все испытать. По характеру артистичный, способный к выдумке, фантазии. Говорил, что на воле за ним еще и мокруха, и групповое изнасилование. Что здесь в одной из камер пытались изнасиловать уже его. Но он, конечно же, всех раскидал. Врет, конечно же. Ребята верят. Опа! Уроните! Опа! Опа! Ну, поздравляю, Руслан. Спасибо. Ой! В свободу тебе, Руслан. В воле тебе. Руслан, и я поздравляю тебя. И чтоб дальше по жизни не буром, как привык, а умом. Руслан, в 13.40 по радио в рабочий полдень я для тебя заказываю лютую девку Пугачиху. Да ну ее в болото. Ласка и Май лучше закажет. Руслан, датчик. Принимай, Руслан. Ну, ладно, ребят, книжки тоже не последние барахла в жизни. А тебе к совершеннолетию, чтоб умнел. Это что за книжка? Это костер специально для тебя. На! Что вы нам все время костер-то даете? Что есть? Хоть бы детектив какой или Майн Рида. Ну, будете брать или нет? Стишки какие. Ну, неужели у вас действительно, кроме этих журналов, ничего нет? Ну, классика. Да мы уже роздали все по камерам. Все, что было. Эй, я вонючая! На, просыщайся! Ты что, в кальчем захотел? Может, у меня и будешь телка! Ту, сука, блядь! А тут от... Заткнись! Вали отсюда, падла! Методы и формы работы, принципы отбора в партию, взаимоотношения с государственными и общественными организациями, массовыми движениями. КПСС необходимо рывком выйти на новый уровень, который установлен перестройкой и событиями, не знающими президентом прошлого. Времень для того, чтобы реактивизация программы, сделать это во что бы то ни странно. В противном случае, события пойдут без партии или обтекая ее, считает Афганистан. Что ты? Что ты? Не могу больше, по-моему. Ненавижу. Не могу больше. Это ж не люди. Уже который месяц на этом отрезке границ... Вы должны быть помните, что в июле дело здесь чуть не дошло до вооруженных столкновений. Нормально из-за земли и воды, но если смотреть глубже, то истоке напряженности надо искать в серьезных социальных и политических деформациях, которые наказывали здесь, в стиле. Поэтому пишет газета, необходим анализ его без откровенного нелицеприятного... Идет-гудет зеленый шум. Зеленый шум, весенний шум. Ребят, а книжка хорошая. Не за гарантию уже 1 сентября. Скоро заканчивается большая летняя перемена у школьников, учащихся ПТУ, техникумов. Да не маячь ты. Курить хочу. Да, веселенький день рождения. Плевали, Русланчик, на тебя, твои родаки. Нафиг ты им нужен. Дачку захотел. А мы тут губежки раскатали, пахавы. День рождения отметили. Да, да, да. Ты чистые перышки красавица и не уступай. А что, нравлюсь, да? Ну, иди сюда, посылуй меня, черномазенький. Ты что, курва, петух жареный? За петуха сейчас получишь морда цыганская. Пустите меня! Пусти меня! Ширяев! Я? От кого ждешь? От родителей. Принимай. Ну, вот и дачка. Ну что, Руслан, с праздником тебя! А главное, чтобы сюда больше никогда не было. Да, Руслан, я не буду. Давай. Поздравляю. Спасибо. Руслан, посвящаю тебе вместо ласкового мая. Все, мужики, концертный номер. Я буду долго гнать велосипед, В глухих лугах его остановлю, Нарву цветов и подарю букет Той девушке, которую люблю. Ну, плево, давай дальше. Все, мужики, труба, пусть батя. Давай, батя. Батя, прочитай что-нибудь, стихи. Батя. Что, зеленый шум вам прочитать? Да ну, батя, опять по природу. В школе надоело. Давай про лошадей, батя. Ну, в общем, тут не только про природу. Природу пропустим. Скромна моя хозяюшка, Наталья Патрикеевна. Воды не замутит. Да с ней беда случилась. Как лето жил я в Питере. Сама сказала глупая, типун ей на язык. В избе сам друг с обманщицей. Зима нас заперла. В глаза мои суровые глядит. Молчит жена. Молчу. А дума лютая покою не дает. Убить. Так жаль сердечно. Стерпеть. Так силы ж нет. А тут зима косматая ревет и день и ночь. Убей, убей, изменницу. Злодея изведи. Не то весь век промаешься. Ни днем, ни долгой ноченькой покою не найдешь. В глаза твои бесстыжие соседи наплюют. Под песню в югу зимнюю окрепла дума лютая. Припас я в острый нож. Да вдруг весна подкралась. Идет, гудет зеленый шум. Зеленый шум. Весенний шум. Как молоком облитые стоят. Сады вишневые тихохонько шумят. Пригреты теплым солнышком. Шумят повеселелые сосновые леса. А рядом новой зеленью. Липпечут песню новую. И липа бледнолистая. И белая березонька с зеленую косой. Шумит тростинка малая. Шумит высокий клён. Шумят они по-новому. По-новому весеннему. Идет, гудет зеленый шум. Зеленый шум. Весенний шум. Слабеет дума лютая. Нож валится из рук. И все мне песни слышатся одна. В лесу, в лугу. Слабеет дума лютая. Слабеет дума лютая. Слабеет дума лютая. Ах, 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 ах. Выше протекла, что ли, не помнишь? Их на лодку не посадили. Они хотели на остров, а их не посадили. Это ж про лошадей, батя. Ну, докажи, батя. Это ж про лошадей. Ширяев. Я. Ну, что ж, поздравляю. Желаю стать тебе человеком. Выкинуть всяческую дурь из головы. Желаю стать настоящим членом нашего общества. Да, собирайся. Куда ты? Куда? Тебе сколько лет исполнилось? 18. Вот видите, совершеннолетие. Так, что переводят в камеру для взрослых. С малолетками ему уже не положено. Отчаяние, Санныш. Руслан. Не надо, я ничего не возьму. Гражданин испытательник. А нельзя его у нас оставить? Ну, какая разница? К сожалению, это не в моей власти. Нельзя. Ну, хоть до вечера. Не положим. Ну, на часок. День рождения ведь у человека. Костров. У вашей камеры и так уже несколько замечаний. А час тому назад кто-то довел женщину до такого состояния до слез. Вот так. Переводите. Ну, ты давай, поторапливайся. Бывай, Гриша. Только чтобы не Буро. И никогда. А стихи эти не про лошадей. Про нас те стихи. Паша, ну, что ты маешься? Я вам мешаю? Мужики-соседушки, загоните курюхи. Детки, красавицы, как зовут? А меня зовут Машенька. А сколько вас? Из какой вы хаты? Как зовут вас всех? А я здесь с сестрой Дашенькой. И еще двое. Агриппина. Да пошел. И Сонька. С тортировки. Сейчас, сейчас. Ловите. Сигареты. Дочки, девочки. Спасибо, мальчики. Все, пацаны, выходим. Строимся. 16-е, 5. Пошли. Бабы были. Малолетки. Да какие малолетки. Бабы там были. Дашка, дура, держи ногу. Какие бабы. Зараза. Добавились. В чем дело? В чем дело? А ну, молчать, ясса. Ну, решайте. Да, на всех придавим и все, завязываем. Или развязываете. Все, батя, нет. Э, Пашка, кончай. Пашка, дай сюда. Постойте. Постойте. Оставьте его. Оставьте его. Оставьте его. Оставьте, я сказал. Оставьте его. Оставьте его. Пошка. Оставьте его. Оставьте его. Фашисты. Везде фашисты. Суки. Гады. Мои козлы, вонючие, белоразвые, скоты. Суки. Фашисты, падлы, гады, вонючие, сволочки. Мужаки. Белоразвые, гады. Хорошие нас все хорошие. Стоять. Руки за спину. Руки. Это что такое? Табак. В камере курят. Наставник, куда смотришь? Как раз мне дали курить. Молчать. Ничего, голубчики. Мы обо всем доложим воспитателю. Сейчас будут стоять до двоя. Да мальчишке же доктор нужен. Ну неужели вы не видите? Мы лучше знаем, что ему нужно. Ну-ка. Ему нужно то же самое, что и вам. Тюрьма. А ну-ка. Давай. И не надо тут устраивать спектакли. Отсидите как положено. Мы-то отсидим и выйдем. А вот вы, сержант, вряд ли. Молчать! Вот и порешили. С 73-й. Якобы брал взятки. От артистов что? Да что с них возьмешь? От распространителей билетов. А ты и над ними начали? Да в том-то и смех, что нет. Видно, помешал кому-то. А может, подставил. В общем, сочинили донос. Сотряпали дело. А я все равно верил. И сейчас верю в справедливость. Верховный суд должен разобраться. Вот увидишь. Ведь что такое презумпция невиновности? Значит, следствие прежде всего должно предполагать, что я невиновен. Верно? Факты изучай. А у нас как? Попал под следствие. Все в чем-нибудь, да обязательно виноват. Сына моя. Я больше никогда в жизни не возьму ничего чужого. Мне бы только в зоне выдержать. И никогда. Никогда. Клянусь Михайлов. Ты веришь? Можно я буду тебя Михайлов называть? Как батю моего? Конечно, можно. Ладно, Витек. Давай. А то заметит. Держите. Отвязывай. Что же это вы? Пацана чуть до самоубийства не довели, а? Он утверждает, что ты, цыган, у него ботинки отбирал. Сахар забирали, притесняли, били. Это все неправда. Он болен. Молчать! Ботинки, да нужны они мне. Скажи ведь, батя, зачем они мне? Да он из хата был умицей решил. Вот и настучал на нас. Ему нужен психиатр. Я же сказал молчать. Это чья работа? Это кто же у нас такие умельцы, а? А с утра всех троих, карцер. Ясно. А вы, Костров, не знали, что у нас не положено производить какие-либо записи, не относящиеся к уголовному делу? Не, он не знал. Конечно, не знали. Почему не знал? Знал. Вот как? Вы читали записки из мертвого дома? Представьте себе, читал. Так Достоевский написал эту книгу в Остроге, при царизме. Чернышевский что делать в тюрьме написал? Ленин в тюрьме писал. Да, и Ленин. А у нас такой режим. Правильно. И поэтому книгу академика Вавилова, написанную в советской тюрьме, никто никогда не узнает. Она исчезла. Эх, куда вас? И так у нас все исчезнет, потому что у нас такой режим. Ой, осужденный Костров, понятие милосердия и гуманизма сейчас очень модное. Но давайте пользоваться ими трезво и применять там, где нужно. В соседнем корпусе двое вот таких же. Конвоира с заточками закололи насмерть. Понимаете, насмерть? И когда им вломили, они закричали. Относитесь к нам по-человечески. Декларацию прав человека затребовали. Милосердие. Я прошу отнестись к ребятам не милосердно, а справедливо. В данном случае они совершенно не виноваты. А наставником он быть не может. Не получается. Так что сегодня будем переводить его во взросляк. Там он дождется и решения Верховного Суда. Оттуда и на этап. Там ему ответят на все его вопросы. Переводите. Только в этот раз верните, пожалуйста. Это же все-таки память. Послушайте, Костров. Может быть, вы уже и не Костров. Может быть, ваша фамилия? Вавилов? Может быть, вас нужно не во взросляк, а к этим? Я вам столько объяснял, ну шал, а вы? Послушайте, что же вы такой непонятливый? Вот вы не вам да положь вашу правду. А если у других она другая? И тоже правда. А? Так пришло это утром. До завтрака мы много говорили о справедливости. Здесь ребята были единодушны. Наказание за Пашку и авторучки им определили несправедливо. Но конфискация дневника и перевод меня во взросляк подействовали на них вообще удручающе. И сколько я не убеждал, что нельзя судить только по этим мерам, они были непреклонны. Справедливости в жизни нет. И это вылилось у них в протест. Батя, а ты бери. Это наше дело. Протестуем. Наказанием недовольны. Ну, конечно. Надо было вас в маковке расцеловать, конфетками угостить, к мамочкам отправить. Ах, какие жестокие начальники. Какие сволочи, какие мерзавцы. Нас таких хорошеньких наказывают. А то, что вы выродки, вам это не приходило в головы? То, что нормальным людям от вас житья нет. Вы об этом не думали? Ну, вот ты знаешь, какая от тебя польза-то на земле? У вас в таборе или где вы там сейчас? Говорили о пользе обществу? Да, отпустите же его. Я вам отвечу, если вас это интересует. Ну, ты это знаешь. И обращайтесь ко мне на вы, пожалуйста. Я все-таки старше вас. Ты дерьмо собачий, если сидишь здесь. Я буду обращаться к тебе так, как ты этого заслуживаешь. Потому что... Власть имеете. А хотя бы и так. Мне эту власть страна доверила. А знаете зачем? Чтобы оградить нормальных людей от погони, от жулья бандитов, от воров. Чтобы в будущем, хотя бы при внуках наших, их не было. Взяток там давать не будут. Да и брать будет некому. Там будут жить честные люди. Дура! Да я тебе два года лишних сделаю! Подонок! Мужики, давайте ее компанией трахнем! Да вы что? Дети Виктор! Батья, у тебя же давно бабы не было. Первым будешь? Детер, держи ее! Куда ты? Пацаны, а ну, а ну, выходи! Костров, на выход с вещами. Быстро! Дерегались, черти! Ну, батя, главное не попадаться. Батя, мы с тобой обязательно встретимся. Конечно. Батя, ты у нас всегда будешь первым. Черти! Ну, парни, чтоб никогда, а? Никогда, батя! На выход! Я буду долго гнать велосипед, В густых лугах его остановлю. Нарву цветов и подарю ухе... Костров, выходите! Костров, девушке, которую люблю... Покежев, ходите! До встречи, на воле, батя! До встречи! До встречи, хлопцы! И чтоб никогда! Никогда! Идите, идите! Я буду долго гнать велосипед, В густых лугах его остановлю, Нарву цветок и подарю букет Той девушке, которую люблю. Молчать! Почти 20 лет я проработал в театрах для детей и юношества и был убежден, что знаю их психологию, знаю, что им нужно. Господи, кому оно нужно, мое прекрасное искусство, мои любимые стихи, песни, спектакли? Если эти дети, наши дети, погибают, Сима, Ленька, Антон, Стас, где вы, Витек, Гриша, Руслан, что вас ждет? Что с вами будет? Пришло определение Верховного суда? Вы оправданы. Распишитесь. Ну-ну-ну, расписывайтесь, расписывайтесь. И что, и... И все, и... Да-да-да, свободны, свободны. Раздевайтесь. Да-да, освобождается. Еще здесь? Хорошо. Хорошо. Михаил Николаевич, поздравляю вас. Простите. Я верил, что все так и будет, что зря вас. Извините, правосудие еще допускает ошибки. Извините. Я думаю, вы правильно все понимаете. Ну, конечно. Ну, вот... Ну, как художника, что вас здесь больше всего впечатлило? Вас это действительно интересует? Да. Можно откровенно? Можно. Пацаны, ведь многие из них попадают сюда случайно. По глупости. И вполне могли бы исправиться. Но ведь тюрьма не дает им. Она их калечит и добивает. Абсолютно с вами согласен. Здесь еще очень многое нужно менять. Менять. Так что ж вы не меняете-то, Господи. Ну, вот вы же не пойдете сюда воспитателем. Ой, не знаю. Ну, так вот. Ничего я не знаю. Одно знаю. Что-то у нас не так. И здесь, а главное, там, на воле. Что-то надо менять. Срочно, кардинально. И главное, главное, мимо не проходить. Ох, Михаил Николаевич, сложно, сложно все это. Как вспомните про милицию, про суды, про следствие, пройдете мимо. А ну, кузакой дверь. И не дай бог вам еще столкнуться с нашей машиной. Это я вам желаю. Интересно, что это вы так разоткровенничаете, Василий Степанович? Отрабатываю последние месяцы до пенсии. А там тоже на воле. Буду к вам в тюз сходить с внучкой. Здравствуйте, товарищ майор. Извините. Михаил Николаевич, узнал, что у вас все благополучно. Искренне рад. Поздравляю. Спасибо. Вот хотелось бы вернуть в виде исключения. Вы знаете, прочитал любопытно. Очень любопытно. Спасибо. Но главного вы так и не поняли. Все-таки у нас здесь тюрьма. Тюрьма. Ну, извините, Дилан. Желаю вам всего наилучшего, так сказать, творческих успехов. До свидания. Мне бы хотелось сказать прощать. Ну да, конечно. Василий Степанович, у меня к вам просьба. Разрешите написать записку пацанам, с которыми я снял. Это не положено. Я понимаю. Но им очень важно, понимаете, узнать, что Верховный суд, в общем, что справедливость существует. Это ему очень важно. Пишите. Я зачитаю. Спасибо вам. Спасибо. 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 Хвардий, вы чё это? Вы... Хвардий, вы чё это? Вы... Остановитесь! Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА